Так вот, Иешуа родился от семени Давидова по плоти. Акцент, смотрите какой, по плоти от семени Давидова. Сегодня в Израиле эти слова вызывают у ортодоксальных евреев гнев и содрогание. Это считается на уровне богохульства. Сказать, что он Бен Давид, сын Давида. То есть сказать, что Иешуа это сын Божий, это нормально. Проходит легко причем. Но как только вы скажете, что он Бен Давид, О, вот это уже серьезно. Почему? Потому что его считают незаконнорожденным иудеем. Факт, правильно или нет? Факт. Я имею ввиду ортодоксальных, не тех евреев, которые нам сочувствуют. Я вам скажу, что был период, когда наша община находилась, вот рядом с нашей общиной, где мы были, частный дом тогда это был еще, построили синагогу. И я, ну раз пять имел хорошие беседы, там даже с руководством, не с Равом, а с членами Бада этой общины. И один раз там я разговаривал с человеком, который, знаете, вот он со мной говорил, и он говорил, а Иосиф и Мириан, они были иудим, и хаутин, и шерим, и гаврин. Я так раз уже, знаете, как бы. И он с разговариванием со мной ни разу не сказал Ешу, он всегда говорил Ешу. Он его называл Ешу. Это человек, который ходит в Сефарскую синагогу. Просто, я не помню, там что-то делали, и на улице мы рядом стали говорить. Я думаю, что этот человек, как минимум, взвешивает, размышляет и не хочет говорить плохо о том, кто, возможно, станет в его сердце мессией. Я думаю, это был уже момент взвешивания. То есть просто так нет. А основная масса, как бы, ну так он же мамзер, он же... Потому что слово мамзер танахическое. Оно в Танахе встречается в двух местах. Цефер дворин. Кав гибель. Пасук шалош. Книга. Второзаконие, 23 глава. Третий стихи в книге Захарии, 9-6. Недавно, ну недавно, может быть, месяца 8 назад, звонит мне человек, который меня знает, а я его знаю. Он мне говорит, я сейчас в Иерусалиме, а тут возле стены плачем. Тут, короче, ну там, мне предложили с циферином помолиться, а я ему проповедую, значит, и говорю, что Иисус, это круто, это спасение, это все. Ну и как бы, а он мне говорит, ну, вы же считаете, что он родился от Духа Святого? Он говорит, ну да, конечно. А потом он мне говорит, ну, а он же родился от Иосифа и Марии. Я говорю, ну да. Так он говорит, так а как же и от Духа Святого от Иосифа и Марии? От кого же он все-таки родился? То есть, если он потом от Давида, он не может родиться от Святого Духа, а если он от Святого Духа, понимаете, да, он его ставит в тупик эти. Вот он мне звонит и спрашивает, как ответить на этот вопрос? И я понимаю, что даже если я ему сейчас это объясню, он у вас рядом спросит что-то другое и снова он будет, не знаю. Понимаете, я получаю спасибо большое организации Я для Ахим, что они такие заботливые. Я на свое имя, себе домой, на свой адрес получаю их журнал регулярно, на еврике и на русском. Как-то вот узнали, где я живу. И когда я читаю этот журнал, и я понимаю, что репутация мессианских евреев ниже Плинтуса, вот в Израиле. То есть, то, как люди позиционируют свою теологию, удивляться не приходится. Почему вот в таком состоянии все? И я сейчас хочу просто ответить, аргументировать, почему он да, рожден от Святого Духа, и он да, семя Давида, и при этом он законнорожденный, сын, а не Мамзе. Я буду опираться на Аллаху, еврейскую, на то, что вообще хорошо строить свою апологетику, исходя именно из этих категорий, а не из протестантских. Дело в том, что когда в еврейской семье после погрома, после налета, когда насиловали еврейских женщин, рождались через 9 месяцев дети, мальчики, возник вопрос, а что делать? Причем это было не только в период испанской, испанских гонений, это было и раньше. Наш народ постоянно переживает время от времени такие вещи, находясь в диаспоре. В любой стране, где бы ни жили евреи, время от времени проходят как бульдозеры по нашим кварталам. И вот раввины стали перед вопросом и ха-ха-мим, а что делать с этими детьми? Ну и решение такое было принято, что если он воспитывается как еврей, еврейской семье, дано ему еврейское имя, он еврей, он уже не Мамзер, у него есть родители, которые его вырастут и воспитают. А в первом веке это работало следующим образом. В нашем народе есть хорошая традиция обрезать мальчиков на восьмой день. Я знаю, что вот в этой общине это делается. Я был на обрезании у сына Леона, у Яира. У нас в общине уже было три обрезания. Мы это делаем прямо в собрании. Слава Богу, что это можно делать, где-то есть. И вот в момент обрезания, а это было всегда в традиции нашей, отец дает ребенку имя. И Муэль, который обрезает, произнося молитву, останавливается и спрашивает у отца, как его зовут. И отец говорит, зовут его вот так. Я был на одном обрезании, сотрудник в порту, я тогда работал, зарядянин, родственники там, знаете, все. И вот Муэль нож держит, скальпель, и говорит, как зовут? Он говорит, Роэль. Рои, Рои. И родственники, как Рои, как, что? Он говорит, Рои. И он говорит, наречется Рои, хизук есть, он говорит, Бен Давид. Он его жеки обрезал. Все, с этого момента, вот вся родня, которая гудела и утихла. Почему? Обрезал, потому что. Ничего нельзя вернуть назад. Это его имя. По обрезанию. Дело в том, что в нашей традиции, когда отец дает ребенку имя, он приобретает над ним власть, и в момент обрезания он либо подтверждает, что он его родной отец, либо становится его отцом, невзирая вообще ни на какие обстоятельства. От кого бы не был рожден этот ребенок, когда отец дает ему имя, все. Мы знаем, что Иешуа тоже был обрезан на восьмой день, да? И это имя дал ему Юсеф, его отец, и он приобрел над ним абсолютную власть, как земной отец, поэтому он семя Давида и по матери, и по папе, но зачат и рожден он был от Святого Духа, но земного отца он имел, как еврей, исходя из землейской традиции, Иосифа. Поэтому нет никаких в этом плане проблем, даже исходя из традиций нашей. И поэтому он однозначно настоящий сын, законный, и вот этот закон работает по сей день, и Павел в третьем стихе пишет о сыне своем, который родился от сына не Давидова, по плоти. Вот о чем говорит реки стих. Еще интересный момент есть один по рождению Ишуа. в Талмуде очень серьезно обсуждался вопрос Мессия, каким он должен быть. И представлено два образа Мессии. Мессия страдающий и Мессия восславлен. Это всегда не давало покоя еврейскому уму, потому что стихи, которые мы находим в Танахе, они говорят о Мессии и как о царе, и как о господине, хозяине вселенной и так далее, и как о том, кто страдает, умирая за грехи, и унижен очень сильно, и как бы непонятно это было. Было выработано два образа как бы таких. Машех бен Юсеф и Машех бен Давид. Мессия сын Иосифа и Мессия сын Давида. И звучит это примерно так. И если израильский народ будет соблюдать шабаты, то, 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 то придет Мессия как сын Давида, установит свою власть на земле и начнется вот этот период мессианского правления на земле. А если нет, то он придет как сын Иосифа и пострадает за свой народ. И вот это было там, Талунжи закрыт был в седьмом веке, кодифицирован. А впервые комментарии на 53-ю главу книги пророка Исаии как на то, что это еврейский народ страдает, а не один человек. озвучен был Раши, это был ну такой очень известный раввин, специалист по пшату, который жил в северной Франции, занимался возделанием винограда и написал комментарий практически на всю, на весь тонах, считается он просто высший пилотаж именно по пшату. И вот он впервые в 11 веке озвучил, что 53-я глава на самом деле как бы говорит о том, что это страдает не мессия, потому что вплоть до 10 века какого раввина вы бы не спросили, арком 53-я глава любой говорил, что это о мессии. Это было очевидно и понятно. И только лишь вот с того времени, с 11 века меняется. И это становится главенствующим пониманием сегодня вот в иудаизме, что 53-я глава она написана о еврейском народе, который страдает. Но эта идея не выдерживает элементарной критики танохической. Почему? Стать жертвой за кого-то исходя из священных писаний может только тот, кто чистый и непорочный. Правильно? Для этого нужны были животные, которые отбирались там по огромному количеству критериев, если он там был хромой или непропорциональный или еще там что-то с глазами, с органами он должен был быть абсолютно полноценным. Тогда можно было его привести в жертву. И это должен был быть самец и он не должен был совокупляться с овцой или с козой. Тогда только он был пригонен к жертве. Таким образом еврейский народ, о котором написано, что он все время грешит, 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 грешит. Просто пропитаны этим писанием. Как может стать жертвой за себя? У меня вопрос. Не можно. Однозначно не можно. Не говоря уже о грамматике еврита, потому что в 53 главе о том, кто должен пострадать, написано как о особе мужского рода в единственном числе. грамматика показывает, что это мужчина один, кто-то один, а не группа людей. И вот интересно то, что когда на землю приходит Машиах впервые, он именно сын Иосифа. Смотрите, это ну кто-то скажет совпадение, но земной отец был Иосиф, плотник. И Машиах Бен-Юсеф по Талмуду. Бен-Юсеф вот он и пришел как сын Иосифа. То есть для меня, как для еврея, это абсолютное доказательство того, что это Мессия. И когда-то у меня был бригадир, религиозный, очень хороший человек, марокканец. Без шуток я говорю, у меня с ним хорошие отношения были. И даже когда я закончил, вот еще лет семь где-то позванивал мне или восемь. Спрашивал у меня первый вопрос он говорит, Рос, Майя, 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 Беседра, ты еще с бородой? Я говорю, конечно. Для него как бы это интересный очень человек. Я помню, мы с ним идем так, и он мне говорил. Когда он первый раз вообще услышал, что я говорю в Ешуа, он убежал. Я просто встал и ушел. Я понял, нельзя им разговаривать на этой теме. Настолько это явно было. Ну, а потом потихоньку, потихоньку. То есть, вначале он узнал меня как специалиста, как профессионала, постепенно отношения улучшились. Вот он тогда, я помню, первый, когда ему сказал, что еще Абен Давид, он говорит, Рос, никогда не говори этого никому, тебя камнями побьют. Буквально он мне сказал, тебя забросают камнями. Я ему говорю, а ты будешь меня камни бросать? Он говорит, нет. И вот мы идем просто ни с того, ни с сего. Вдруг он меня спрашивает, ну, как это может быть? Он говорит, ну, как это может быть, что девственница зачала? Ну, как это? Я говорю, скажи мне ты теперь, есть что-нибудь на земле, что или не на земле, вообще, чего Бог не мог бы сделать? Человек, не задумываясь, отвечает, говорит, такого нету. Бог все может сделать. Я говорю, это ответ на твой вопрос. И так он раз, я вижу, пошел процесс. Понимаете, мы должны правильно разговаривать, не нужно ничего доказывать. Попробуйте человека пододвинуть к тому, чтобы он сам начал думать об этом. Задайте правильные вопросы. Я всегда так поступаю. потому что мне очень трудно было принять Ишуа как Мессия. У меня тяжелый процесс был. Я уверовал, читая Петернижие Моисея и молился, не ходя никуда, очень радовался, что я нашел Бога Израиля. Оказывается, есть Бог Израиля. И открытие я сделал для себя когда-то. И когда мне сказали, что Иисус это не свидетельно, я сказал, не трогайте меня, я еврей. Это не мой Бог. Но я размышлял об этом. Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам у вашей веры, чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный добровольный проект мы ведем выкладываясь полностью и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений, и я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку донейт, пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Медиа.